всех приветствует отвертка канал домашнего мастера и наш партнер сайта xbt.com правильный сайт хорошая железо вопрос как выбрать был смартфон с минимальными рисками или стоит брать только новый когда наш любимый девайс выходит из строя или уже просто надоел или состарился перед нами встает интересный выбор покупки нового кто-то не заморачивается и сразу позволяет себе новый то что сильно хотел и совершенно не важно в какую сумму он обойдется а кто-то ищет вариант сэкономить и вот тут нам открываются сразу несколько возможностей рассмотрим их все итак поехали и так так что же делать выбрать новый но середний середнячок такой средненький аппаратик или же взять бушные но зато тот что хотели так что давайте будем разбираться первый вопрос нашего видео давайте поговорим сначала о нюансах покупки нового смартфона и так самый главный и весомый фактор это наличие гарантийного обслуживания это безусловно большой большой плюс описывать данный пункт мы особо не будем и так вы покупаете смартфон который хотели потрогали вам про него рассказал продавец и вы уверены в покупке конкретного образца разумеется при финансовом достатке это лучший способ но и здесь бывают проколы если попадается бракованный девайс то это нужно еще доказать прежде чем вам вернуть деньги сроки ожидания серверных центров достаточно большие и все это время нужно чем-то пользоваться взамен своего новенького аппарата при этом может быть так что брак не признают и вернуть вам вернуть вам уже скрытый гаджет либо признают исправит но это будет неэффективно или баг вернется снова при этом же опять аппарат уже вскрыт согласитесь мало приятного еще один риск при покупке новенького смартфона он онлайн в многочисленных российских интернет магазинах он присутствует могут прислать например кусочек мыла или камушек а могут и вовсе потерять его при доставке с гарантией в случае покупки с онлайн площадок могут быть тоже вопросики вопросики и ее может быть даже и не быть так что вот здесь тоже есть определенные нюансы так что в моем случае лучше покупать смартфон соседнем хлебном магазине с чеком с гарантией и так далее давайте поговорим о покупке с рук ну во первых не все спят и видят как бы вас нагреть хотя это может случиться особенно на различных сайтах бушных бушной техники вам предлагают сделать предоплату на это не ведемся только при получении проверки на почте оплата это вот будет правильный шаг но в современных реалиях когда совершенно нормально менять телефоны каждый год у нас есть такие люди увлекаются а некоторые увлекаются и заменой гаджета раз в полгода так что многие просто хотят продать свой прошлый гаджет и купить себе новинку такой вариант отличная возможность приобрести например флагман по схожей цене нового бюджетного смартфона хороший шаг но будьте осторожны продвигаемся далее по нашему видео следующий вопрос как знать наверняка что вас не обманут и так есть несколько способов проверить что вы покупаете первое обратите внимание на внешний вид вашего аппарата снимите чехол попробуйте снять защитное стекло или пленку конечно при определенном при определенном правильном подходе к продавцу проверьте на наличие сколов на корпусе есть ли если телефон падал например то скорее всего от этого падения остались какие-то вмятины стекло же покажет в каком состоянии дисплей он может быть зацарапан и стекло это или пленка это может скрыть либо дисплей может быть и вовсе разбит но некоторые манипуляции и защитное стекло могут это утаить так что будьте внимательны главное что снятая защита стекло защитное стекло раскроет вам истину есть только одно условие как я уже говорил далеко не каждый продавец захочет снимать стекло но это уже человеческий фактор и в режиме человеческое общение а только вам делать выводы не хочет человек снимать потому что просто не хочет или потому что что-то скрывает так что будьте внимательны в этом вопросе следующее второй пункт присмотритесь к дисплею если он не совсем адекватно передает цвета например уходит в желтизну или наоборот в синего это может говорить о его замене следующее проверьте состояние аккумулятора в основном это важно для ios смартфонов здесь стоит понимать что если вы покупаете двух трехлетний аппарат и у него аккумулятор выдает сто процентов то есть к этому вопросу большие вопросы а особенно к его владельцу будьте внимательны следующая секретная очень штука это надо вам проверить камеру телефона в каком состоянии стекло как он показывает из принимать цвета четко или получается изображение нет ли дерганий на видео или каких-либо пятен на изображении особенно внимание особое внимание обратите на работу автофокуса четкая работа автофокуса говорит об отсутствии в истории аппарата механических повреждений если это флагман с аптечкой стабилизации обязательно обратите внимание на четкость и плавность работы аптечкой стабилизации следующий пятый пункт на что надо обратить внимание это наличие коробки и всех комплектующих тоже большой плюсик если честно это как минимум говорит о бережливости прошлого продавца скажу следующее хорошо бы чтобы например был бы чек это очень хорошо гарантия например течение года тоже так что обратите на это дело тоже внимание следующее обращайте внимание на адекватность цены за слишком низкую цену хороший аппарат вряд ли вам будут продавать скорее всего это будет разбитый телефон а особенно где-то по новым почтам по лексам и так далее да еще и с предоплатой обращаю ваше внимание слишком низкая цена и какая-то еще предоплата особенно есть даже не обращаем внимание на это дело уходим следующее восьмой пункт наших тестов сделайте легкий тест запишите на диктофон свой голос и прослушайте тут же этим вы проверите работу микрофона и динамика вот именно проверив все эти моменты вы с большой вероятности получите хороший смартфон по разумной цене идем далее двигаемся далее по нашему видео следующий вопрос на какие бы уж на и смартфоны стоит обращать внимание и так лучше всего выбирать смартфоны которым годик полтора скорее всего его меняют для приобретения новинки как как уже говорил в наших первых минутах нашего видео такой аппарат еще пару лет точно будет актуален и по железу и по аккумуляторам и всегда будет в хорошем состоянии прослужит вам долго и честно не стоит выбирать флагманы которым более трех лет его актуальность уже будет под вопросом ну и тем более не стоит брать бюджетный телефон двух-трех летней давности шанс что вам понравится и будет хорош очень мал а вот риск взять нехорошего устройства наоборот сильно возрастает ну и по окончании нашего видео секретные альтернативные способы приобретения смартфонов и так обычно в данном примере используется вариант покупки нового устройства при сдаче вашего старого но легальный трейд им торговых сетей он не выгоден если честно единственно адекватный адекватным трейд и нам на наш взгляд выглядит система апгрейда смартфонов от фирмы samsung конечно можно ее рекомендовать как единственно выгодную там случае в любом случае есть ограничение в принципе условия но реально можно получить хорошую скидку следующее есть возможность отслеживать распродажи и сливы в онлайн магазинах покупать смартфон по предпродаже или заказать в китае есть все вот эти вот случаи исключительные и зависит от вашего отношения к онлайн покупкам сейчас еще соблюдается тенденция или наблюдается тенденция не слабой выгоды при покупке на алиэкспрессе ну тут конечно тоже есть нюансы к примеру в интернете на распродажу смартфон на распродаже смартфон можно купить сильно дешевле а тогда как в локальной торговой сети его цена может быть колоссально ребятки дороже так что тут надо отслеживать смотреть держать руку на пульсе происходящего и где-то можно довольно-таки неплохо выгодить ну и общий вывод по данному видео однозначного мнения на поставленный вопрос в нашем видео как бы и нет каждый делает вывод сам и решает как поступить но я надеюсь что данные советы в данном видеоролике помогут вам сэкономить при покупке нужного вам бэушного смартфона удачи вам и всего самого хорошего это канал отвертка канал домашнего мастера надеюсь данная информация была вам полезна подписывайтесь на наш канал ставьте нам лайки смотрите наши еженедельные стримы с нами будет интересно